Виноград родом из Азии, и сейчас его выращивают по всему миру. Ведь культура эта очень благодарна. Сладкие ягоды хороши не только в свежем виде, но и в неисчерпаемой палитре вкусов соков и, конечно же, вин. Кстати, вкусов у винограда четыре. Обыкновенный, кисло-сладкий, мускатный, изобельный и посленовый. Все они неповторимы и особенные. С каких сортов можно начать обустраивать свой виноградник в Подмосковье, выясним в сегодняшней передаче. Здравствуйте, я Ирина Бачкова. И сегодня мы с вами должны почувствовать себя практически Адриана Челентана. Если вспомнить отрывок из фильма, где он босыми ногами мнет виноград, чтобы получить свое собственное вино. Вот и мы сегодня поинтересуемся, можно ли у нас в Подмосковье чувствовать себя почти Челентана и вырастить столько винограда, чтобы его хватило не только на еду, но еще и для того, чтобы сделать вино. А поможет нам с вами в этом глухова Роза Федоровна. Здравствуйте, Роза Федоровна. Роза Федоровна, ну вот вопрос вот какой. Сейчас очень много в питомниках продают посадочного материала. И в общем-то я знаю, что многие садоводы заинтересовались этой культурой. Но раньше, вот скажем, лет 10-15 назад, вот каждый, кто выращивал у себя на участке виноград, и не просто выращивал, но еще и получал урожай, считался почти Мичуриным. Потому что считалось, что культура это очень сложная. И я четко знаю, что моя соседка по даче выращивала виноград. Ну, она его высаживала на южной экспозиции, около стены дома. У нее были пленочные теплички, да, она как бы все это... И урожай все-таки был тоже не каждый год и достаточно нерегулярный. Ну, вот сейчас, поскольку значительная селекционная работа ведется с виноградом, выращивание винограда в Подмосковье, это скорее искусство или это уже почти обыденное дело? Это почти обыденное дело уже. Когда мы... Я пришла в секцию виноградарства, да, ну, единицы имели виноград. Сейчас нашего любого члена общества, спросите, сколько виноград есть и есть, сколько? Меньше пяти кустов ни у кого нет. Меньше пяти кустов ни у кого нет. До ста, до ста сорока доходит. Да, люди увлечены. Роза Федоровна, с чего стоит начать человеку, который решил выращивать виноград? Ну, я не знаю. Если черенковать, у многих не получается. Поэтому лучше, конечно, покупать уже с корневой системой. Но у нас, понимаете, недоброкачественные, недобросовестные продавцы. Так. Что мы можем купить вместо качественного? Что мы можем качественного купить? Виноград какой? Значит, вегетация винограда при Подмосковье где-то 80-115 дней. Это от начала пробуждения до... До созревания. Да, 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 да. Вот. Сейчас селекционеры вообще очень много сортов вывели 80 дней даже. То есть совсем ультраспелый? Ультраспелый, да. Ультраскороспелый, да. Для успешного выращивания винограда в зоне Подмосковья и в областях со схожими природными условиями выбирайте ранние и сверхранние сорта. Вегетация у этих сортов длится 95-110 дней. Стоит обратить внимание на европейские сорта для укрывного виноградарства. Несмотря на ранние сроки созревания, для Подмосковья они подойдут, так как им требуется намного больше тепла и солнца. Родина Федоровна, значит, вопрос вот какой. Ну, покупать нужно, конечно, в проверенных местах. Лучше все-таки, наверное, в питомниках. Да и в питомниках тоже не все, да. Ну, уж куда-то ж нас пошлите, что где действительно продают. В Теревьянской академии есть там виноградные теплицы. Вот это надежно. Вот там надежно. Там надежно. Ну, будем надеяться, что нас не обманули с посадочным материалом. Мы купили укорененный черенок. Какое-то, имеет значение количество побегов? Или можно даже купить просто в одну лозу? Нет, одну лозу достаточно. Можно купить в одну. Ну, если это лоза хорошая, не тоньше карандаша, а потолще. Не тоньше карандаша. Да, а потолще. Ну, получается, что для того, чтобы посмотреть, хороша лоза или нет, получается, что посадочный материал лучше покупать осенью. Лучше осенью, конечно. Да, и сажать лучше осенью. И сажать лучше осенью. Что делать, если все-таки посадочный материал попался весной? Если это закрытая корневая система, и он зеленый, то его надо доращивать в закрытом помещении. То есть в теплицу поставить? В теплицу. Можно даже на дачу поставить на окно. Так. Или дома на окно. Но это зло пока заморские минуют. Это желательно. Вот этот саженец, мы его называем вегетирующим, его сажать не раньше июля. 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 Почему? Потому что почва, если будет холодная, а она прогревается только к июлю, корни загниют, и саженец пропадет. Понятно. То есть, получается, если мы весной покупаем саженец, лучше передержать его дома или, скажем... Это вегетирующий, зеленый. Да, вегетирующий, зеленый. Или в теплице, не раньше, чем в июле месяце, можно будет высадить. А проще, может быть, даже подождать и до осени, задержать его в этом пакете. А если продают посадочный материал с открытой корневой системой? Очень редко. Очень редко. В основном любители. То есть, в основном, как бы, попадается нам с закрытой корневой системой? Да. Да, да, да. Хорошо. Лучше приобретать посадочный материал с закрытой корневой системой. Его можно высаживать в начале лета, после угрозы наступления заморозков. А саженцы с открытыми корнями сажают обычно осенью. Опытные виноградари советуют немного обрезать корни такого саженца перед посадкой и обеспечивать тщательный уход в первый год после нее. Значит, когда осенью оптимальные сроки для посадки винограда? Как приобрел, так и сажай. Нет, ну, приобрел, а если я в октябре? Начиная с августа. Начиная с августа. И до? Ну, вообще-то, уже в октябре бы я не стала сажать. То есть, можно сажать весь август, включая сентябрь все-таки, до середины, наверное. Так, что я делаю, если, например, я приобрела очень поздно, высаживать его нельзя. Я его сажаю в ведро и ставлю вместе в грядку. Не вкапывая? Не вкапывая. Просто немножко наклоняю, чтобы он улегся. Так. И накрываю вместе с виноградом. Не промерзает, да? Не промерзает. Не промерзает корневая система. Нет, нет. Значит, это еще один вариант. Ну, допустим, что мы купили качественный саженец, купили его в хорошие сроки, вот, в августе месяце, там, до середины сентября. Да. Сколько стоит покупать саженцев? Один стоит, вот хочу попробовать, куплю один. Достаточно. Достаточно. То есть, начинать можно с малого? Начинать с одного можно, да. Потому что, но, надо обязательно узнать, это обоеполый или женским цветком. Узнать где? У продавца? У продавца. И мне все-таки поинтересоваться сначала в литературе посмотреть. Там и там надо. И там, и там. Потому что продавцы, знаете как, подходишь, юбилейный есть? О, есть, есть, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, понятно, это юбилейный. А следующему Алешенькин такой же продавцовый. Такой же, да, да, да. Значит, Роза Федоровна, смотрите, мы купили один в том случае, если он самопыляемый, да? Самоплодный. Да, да, да. Если же оказывается, что этот сорт винограда... С женским цветком, то ему нужно еще... Еще нужно второй экземпляр покупать этого же сорта или, может, другого, для того, чтобы шло лучшее опыление. Да. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот чтобы сориентироваться, вы можете нам посоветовать несколько сортов, которые самоопыляемые? То есть, они имеют и мужские, и женские типы цветков? Ну, самое у нас сейчас распространенное – это русвен. Русвен? Русвен. Русско-венгерская селекция. Ага, русвен. Русвен. Так. Еще агат Донской, правда, он чуть поздноват. Агат Донской. Но он неприхотливый. Неприхотливый. Неприхотливый, да. Это вот уже точно можно купить по одному экземпляру посадить, чтобы попробовать. Да, да, да. А все остальные все-таки требуют опылить. Краса севера. Краса севера хороша. И тоже самоопыляющаяся. Ну, экзотику я не называю, потому что ее… Да, нам что-нибудь пока попроще. Попроще. Экзотика – это кто захочет экзотики, придет к вам в секцию. В секцию, да. И тогда вы его научите. Нам сначала хотя бы вот, чтобы с чего начать. Начиная выращивать виноград, уделите особое внимание месту посадки и подготовки почвы. От этого зависит урожай сладких ягод на многие годы вперед. Выбирайте открытое, солнечное место, чтобы уровень грунтовых вод был не выше двух с половиной метров. Лучше располагать посадки винограда с севера на юг или вдоль южной стены. Так растения получат максимум солнечного света и тепла. Значит, выбрали сорт. Один или два саженца в зависимости от того, самоопыляются или нет. Что с почвой? Вы знаете, во всей литературе написано, что он неприхотлив и выращивается на любой почве. Но, но. Но фиг вам. Можно вот такую ягодку вырастить, а можно вот такую. Можно кисть вот такую вырастить, а можно и вот такую. Поэтому все-таки кормить надо. Что виноград любит рыхлую землю. Это самое главное. Самое главное. Чтобы земля была бы рыхлой. Рыхлая. А что туда положат, это уже по наличии хозяина. Понятно. Каждый, собственно, из нас знает особенности своей почвы. Конечно. А у кого глина, тот кладет торф, песок, опилки перепревшие. Что с навозом, что с удобрениями при посадке? Вы знаете, что мы уже навоз не применяем. Так, что применяем? Да применяем больше, это самое. Ага, перегной. Перегной. Не перегной, компост. Компостную землю. Компостную землю, да. Да, да, да. Вот если мы туда вот пойдем в теплицу, да, вот эта земля вот, она плотненькая. А в теплице у меня рыхленькая, рыхлая, потому что я все время туда закладываю траву. Я ее прополола и... И прямо под лозу положили. Под лозу. Трава там постепенно перепревает. У меня здесь вот лежит. Да, все в траве, замульчировано как бы. И в течение лета можно все время подкладывать, подкладывать. Подкладывать, подкладывать. Что вы будете делать осенью? Не вся трава перепреет к осенью, которую положили. А ничего страшного. А так вы ее оставляете, туда не вкапываете в землю? Я не вкапываю. Хотя, хотя, хотя. Весной, конечно, прогревание немножко хуже. Хуже, потому что там мульчи, большой слой. Что тогда стоит весной снять? Весной откопать, в сторону откопать. Понятно. Пусть земля прогревается. А потом опять прогревается, да. Так, то есть, в принципе, для винограда нужно открытое солнечное место. Место, конечно, конечно. Что касается ветра, продувается, не продувается? Вот это тоже много значит. Если он не будет продуваться, особенно вот здесь очень, видите, как. Да, плотновато. Он не будет опыляться хорошо. Понятно. То есть мы потеряем урожай. Потеряем урожай. Зола содержит в себе многие полезные элементы для растений. Калий, фосфор, кальций и другие. Она послужит отличным удобрением как для корневых, так и для внекорневых подкормок. Зола также помогает ускорить созревание плодов. Для этого проводите подкормку по листьям раз в неделю, начиная с августа, в концентрации пол-литра золы на ведро воды. Ну, хорошо. Значит, выяснили, что почва должна быть легкая, плодородная. Виноград, в принципе, достаточно даже просто перегноя. Что-то при посадке, какие-то удобрения добавляются? Или достаточно одного? Мы химию не добавляем. Не стараемся. Да, понятно. Да, да, да. Понятно. То есть, в принципе, вы считаете, что в Подмосковье можно виноград вырастить без удобрений? Только на одном перегное, компосте и так? Вот, пожалуйста. Вот пример. Вот виноград без каких-либо удобрений. Без удобрений. То есть, в процессе роста вы никаких подкормок не делаете? Нет. Нет. Вот то, что добавили, то и добавили. Плюс ежегодная подсыпка компоста и вот этой вот травы. И еще золой посыпаю. Как часто, когда и сколько? Ну, где-то два раза за сезон я все-таки... Это что-то приурочено к весне, к осени? Нет, это, скорее всего, знаете, когда? Это, наверное, в июне, так? Ну, и где-то в начале июля. И где-то в июле. Что дает зола? Она повышает. Зола калий. Калий. Калий дает. А виноград любит калий. Понятно. Вот. И, во-первых, и меньше болезней, и в то же время микроудобрения там есть. Понятно. Понятно. Виноград довольно сложная культура, и в одной передаче не охватить всех тонкостей его выращивания. Сегодня мы поговорили о том, как и какой саженец выбрать, где его посадить и как формировать. В следующей части познакомимся подробнее с сортами Алешенкин, Цветочный, Суперэкстра, Русвен. А также узнаем, как правильно укрывать виноград на зиму и чем защитить его от болезней. Ну, хорошо. Вот, я так понимаю, что эта лоза молодая. Эта молодая, это двухлеткая. Это двухлеткая. И она еще не плодоносит. Нет еще. Через сколько лет после посадки молодой лозы саженца можно получить первый гарантированный урожай? Ну, здесь нет рукава. Так, что такое рукав? То есть, вот, купили саженец, так, на следующий год он уже идет рукавом, а от него идут побеги однолетние. Рукавом, это значит, что у него идет? Два побега? Два побега. Не обязательно, может, один. Ага. Один побег, вот, вот он идет, один побег, да, вот. Ага. А на следующий год вот будут... Боковые побеги. Боковеги, однолетние побеги. Так. Вот, значит, задоносит он всегда на однолетке. Ага, на приросте текущего года. Текущего года, да, да. Но он должен быть не тоньше вот этой лозы. То есть, он должен быть не тоньше карандаша все-таки. Не тоньше карандаша, да. Если будет тоньше, то он подносить не будет, так. Это первое условие. Второе условие. Он должен быть на двухлетней лозе. То есть, как бы, а вот то, что мы купили, вот уже кусок лозы был, это считается однолетний прирост или нет? Или надо, чтобы был один год? Это однолетний. Так. Значит, на следующий год вот на дом будет... Второй. Это двухлетка, от него пойдет однолеткий. Так, так, и нам надо, чтобы были, вот, чтобы лоза была двухлетней уже. Двухлетней, да, да. Вот, очень многие начинающие не знают, как обрезать. Ну, что же, говорят, все обрезать. Да, вот вопрос, конечно. Вот смотрите, в этом году, это вот, это прирост текущего года, правильно? Это прирост текущего года. Вот, значит, что я могу сделать? Значит, я его, вот здесь у меня свободное место. Так. Я его сюда наклоняю, нет, например, вот так, наклоняю его, да, вот, и вот так обрезаю. То есть, как бы верхушечку чуть-чуть вот так вот прирезаю? Ну, при условии, если он здесь вызрел. Понятно. Это когда нужно сделать? Ну, это мы делаем весной уже. Весной. Весной. Обрезку делаем осенью. Обрезку. И укладываем его. Ну, вот сейчас будет осень. Вы вот эту лозу на сколько обрежете? А я не знаю. Вот, слышите, чуть-чуть? Потрескивает. Потрескивает. Это значит, она начинает созревать. Созревать. Это первый признак. Так. Второй признак. Срезать и посмотреть сердцевинку. Если она коричневая, то она созрела. Если она белая, то она не созрела. Значит, в общем-то, в принципе, говорят, что у собаки два раза хвост не отрезают, а лозу можно в несколько приемов. В несколько приемов, конечно. То есть обрезали, посмотрели, сердцевинка не коричневая. Еще ниже обрезали. Ага. И так до тех пор, пока дошли вот до этого места коричневая. До этого места, да. Это когда осенью делается? Это делается вот где-то в середине октября, в конце даже. А, вот так. Тогда мы ждем... У нас листья не вызревают за сезон, поэтому мы ждем заморозка. Как заморозок ударил... Так можем резать. Так на второй день мы можем обрезку делать. Понятно. Значит, сколько примерно, ну вот так по вашему опыту, сколько от этой лозы останется? Ну, где-нибудь восемь узлов, не больше. Восемь узлов, восемь листьев, да? То есть, как бы считай вот отсюда снизу, да? Да, снизу. Раз, два, три, четыре. Нет, может, вот так может быть. Вот где-то вот здесь. Вот здесь, да. Вот это то, что будет идти на укладку. На следующий год. На следующий год. Да. Значит, укладываем. Ну, я понимаю, что лоза достаточно гибкая, да? То есть, укладывается легко. Гибкая, лоза гибкая, да. Все в одну сторону как-то укладываем все побеги или в разные стороны? Это зависит от формировки. Так, а что такое, какие у нас бывают формировки? У нас, мы можем рукав сюда пустить и пустить сюда рукав. Так, это первый способ. Да. Можем пустить сюда оба рукава. Оба, только один ниже, другой выше. Например, можно ниже, второй выше. Второй выше, так. Да, да. Вот. Ну, и зависит, сколько куст занимает место. Сколько он должен занимать? До трех метров. Роза Федоровна, сколько вы у себя на участке выращиваете сортов винограда? Ну, где-то 60 выращиваю. Так, ужас какой-то. Ну, я тут перепробовала с десяток. Для себя отобрала только несколько. По моим вкусовым качествам. Вот, лично вам, какие наиболее сорта нравятся? Да, многие сорта. Ну, вот из 60 сколько? 30? Или почти все? Ну, дело в том, что у меня там виноградник еще молодой. Я не все уже еще... Распробовали. Распробовала, да. Так. Ну, супер экстра это вообще... Вот так сорт называется? Супер экстра. Супер экстра. Ну, мне вот понравился очень цветочный. Ну, смен, цветочный. Цветочный это старый сорт? Старый сорт. Старый сорт. Ну, вот оно и видно. Ягода мелкая, но мы сейчас еще покажем телезрителям. Но вкуса такого, мне кажется, больше ни у одного сорта нет. Это что-то непередаваемый букет какой-то. Очень мускатный, да. А вот здесь мы с вами стоим около какого сорта? Это агат донской. Агат донской. Крупная ягода. Ну, я уже все перепробовала. Я не знаю, что со мной будет, конечно. Значит, это сорт попозже, да, Роза Федоровна? Он попозже, где-то 115 дней вот так вот он идет. Ну, то есть он созреет в конце августа? Он с простым вкусом считается. С простым вкусом считается. Да, с простым, да. Ну, знаете ли, мы тут вели передачу с заслуженным агрономом России. Она сказала, что штрефлинг там и апорт – это уже невкусные ягоды. Я ей сказала, что, кажется, мы зажрались. Для начинающего виноградаря важно ведь что? Товарный вид, вкусовые качества – это тоже, конечно, полезно. Но вот еще как бы хочется, чтобы сорт был одновременно и устойчивый, и попроще, да? То есть вот эти сорта как раз – это из этой коллекции. Агат донской надежный, устойчивый сорт. Но, тем не менее, вот на этом сорте мы с вами видим как раз-таки вот… Да, вот он у меня болеет. И вот это как раз-таки что, мельдью? Это, скорее всего, антракнос. Антракнос. То есть вот именно так, вот с такими вот повреждениями, будет выглядеть вот этот вот наш больной лист. И, как мы уже сказали, основная мера борьбы – мы его удаляем и сжигаем. Никаких компостов быть не может больной лист. То есть в обязательном порядке сжигаем. Ну что же, Роза Фёдоровна, спасибо вам огромное за то, что вы поделились с нами такими ценными знаниями. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Может быть, еще придем к вам в гости на выставку. Так что спасибо огромное. Всего вам доброго, здоровья. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»